Продолжение следует... 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 То есть, по-моему, Датайка тоже комментировала, если я не ошибаюсь. Liquid против EG была игра. Тоже Silencer был второй позицией. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что так однозначно сейчас заявлять не стоит. Но, тем не менее, действительно, скорее всего, когда Silencer проявляется столь рано, то обычно его используют именно как саппорта. Да, окей. Далее. Virtus.pro забирают у нас еще и Vivera. Вот вчера были ситуации, опять же, когда хотелось предложить Vivera. Вот при подобном драфте у противника. Потому что, по большому счету... Ну, нельзя сказать, что ему тут никто ничего не делает. Имеется все-таки Doom. Да, вот Doom стоит бояться. А так, остальном, конечно, Vivera смотрится неплохо. Именно, именно. Что других два персонажа, они не слишком сильно ему угрожают. Ну, там какая-то линкен-сфера и будет уже, естественно, попроще этому муравью скрываться. Так. Doom, кстати, вот мы обсуждали этого Doom'а. Тогда Doom был на... Основной позиции. Да, на core позиции, на керри. Ну, в легкой линии, по крайней мере, он стоял. Ну, номинально третья позиция, но стоял ему легкой тогда, да, против Execration. Я думаю, что здесь то же самое, учитывая, что мы уже Тускара Ильича видим. Doom у нас будет в любом случае, либо же оффлейн, либо же керри. Ну, раздумают LGD на своими следующими драфтами. Вивер хорош тем, что он как раз лишает врага брони. Вот этой самой неприятной, которую Ильич дает. Он может также неплохо подрезать этого Ильича, если до него добирается. Единственная, конечно, оплошность это то, что Doom напрягает. Тем не менее, можно использовать Вивера здесь по-разному. Тот же Вивер мы видели в исполнении Тверсбока. Четвертая позиция Вивера. Частенько тоже залетал он раньше, правда. В нынешней мете реже и реже мы это видим. Ну, и Ликан от LGD Forever Young. Вообще, Китай, я смотрю, вдарился в очень такие неприятные стратегии. Что вчера LGD у нас на трансляции, что сегодня LFY. Очень-очень много и часто берут таких неудобных для врага героев, которые могут реально в драке напрячь. Ну, и Ликан один из этих персонажей. Его очень сложно уловить. Учитывая, что сейчас конкретно контроля ОВП не так много, помимо Сент Кинга, то Ликан может раскрыться с хорошей стороны. Да, контроля, который может его еще и в Блокингбаре держать, нет вовсе. Что, конечно, немного настораживает. Да и герои не самые плотные. Там тот же Саленсер, Сент Кинг, Вивер. Они в теории, если их самих подловят, Ликан их будет съедать очень-очень быстро. Поэтому нужно что-то придумать с тем, как держать этого пса на привязи. Появляется пак. А отчасти герой, который способен удержать Ликантропа. Да, он очень хорош против Ликана. И если даже гореть о перспективе, то это пак, который может Агоним себе собрать. И опять же, вот этот контроль, он будет в достатке. Банят Дроу Рейнджел, ждет Паревер Янг. Ну, логично. Три очень неприятных персонажа, которые от Пресси Шенавры получили бы слишком много бонусов. Да, тот же Вивер. И ВП так играли. Очень страшный. ВП так играли в свое время. И в таком формате можно было бы реально использовать Вивера к четвертую позицию под Дроу Рейнджел. Это не проблема была бы абсолютно. Последний бан для Virtus.pro. Убирать героя в центральную линию. Банят Драгонайт. Вот как раз герой, который вчера против Пака тоже экзакрэйшн выставил. Очень и очень здорово. Хочешь сказать, что готовились? Конечно. К сопернику? Быть такого не может. Да, видели этого ДК. Ну и тут тоже просматривалась тенденция очень плотных, трудно убиваемых персонажей. Так что да, лучше перебдеть. Ну и против Пака ДК очень хорош с собой. С получением 6 уровня. Это моментальный контроль. Bloodseeker появляется у Virtus.pro на последний пик. Интересный выбор. Но, как я считаю, вполне себе даже оправданный. Потому что тот же Ликонтроп не очень любит, я думаю, Bloodseeker на себе. С получением ультимативной. И у LGD по аналогии с Драгонайтом можно, вероятно, сделать вывод о Вайпере потенциальном. В центр. Если мы будем именно эту позицию рассматривать. Пугна еще может быть неплохим вариантом здесь. Пугна тоже смотрится неплохо. Лично, на мой взгляд, Пугна против Bloodseeker хорош. Это такая небольшая контра этому персонажу. Плюс ко всему очень неприятный есть прокаст такой у Virtus.pro в наличии. И китайцы тренировали Пугну. Причем я смотрел, как LGD играли тоже. И вот LFI могут тоже попробовать таким персонажем сыграть. Ну, мне, например, очень здесь нравится Пугна. Ну, посмотрим, что вы берете. Пугна или Вайпер? Вайпер или Пугна? Ну, Вайпер тоже такой труднопробиваемый персонаж, неприятный. Берут вообще Медузу. Медуза. Ну, тоже из этой же, кстати, серии. Тоже трудно пробить этого персонажа. И она не боится, когда вот эта атака на тебя надвигается. Ты стрик под щитком, нажимаешь ультимейт, и враг уже немножечко затруднений находится. Да, действительно, серьезная такая стратегия жиробасиков просматривается. Ну, посмотрим, насколько она будет хорошо работать. Насколько будут качественно пробивать? Есть ли чем пробивать? Да, пробивать хватает чем. Плюс драфт у ВП достаточно агрессивный. Если посмотреть, они могут еще минуту там с 10-15 бежать просто и разваливать одного с другим. Мне кажется, что в ВП все шансы есть захватить преимущество со старта и в мидгейме просто уничтожить врага. Тем не менее, если выдержат давление стартовое LGD, которое Forever Young, то проблемы могут возникнуть же в Virtus.pro. Но слушай, а если... Да, вот если вдруг не получится продавить на старте, если вдруг получится у LFI выдержать эту игру до глубокого мид или лейтгейма, то не будет ли проблемы именно с уроном серьезным? Да я не думаю, что проблема будет с уроном, потому что у тебя есть все герои, которые... Ты имеешь в виду LFI, не проблема? Я имею в виду, что у Virtus.pro тот же пак, например, он уже не сможет справляться ни с Ликонтропом, ни с Медузой. На самом деле пак, доходя до 25 уровня, получая вот этот самый злосчастный талант на плюс 420 гпм, это очень опасно, потому что ты можешь по-разному развивать свой билд. Ты можешь в теории даже там вдогон какой-нибудь выйти и блейд, если нужно будет, если урона будет не хватать. Так что вообще урон у VP, он может быть и в лейтгейме. Но заходить в этот лейтгейм не хотелось. Смотри, какие вещи происходят. Знали VP о том, что будет происходить именно это, знали о том, что Doom будет находиться где-то в данной локации. Пошли его целенаправленно убивать. Есть у Lila подкоп, догоняет он Doom, тут же Viver в шокучу подбегает. И заканчивается действие Scorched Earth, значит Doom должны добивать. Тут еще и Нунчик с центральной линии подтянулся. Нейтралам не отдаться, но вот, Рамзес побежал. Наконец-то да, есть еще и Курса, и будет пролита первая кровь. Вот, собственно, и подготовка к оппоненту. Готовились, что ли? Интернешнл? Нерафлатурик? Да, нерафлатурик ни в коем случае. Единственное, нерафлатурик для Lila, как он говорил, по-моему, да? Я, кажется, что-то такое припоминаю. Но вообще, да, где как ни на данном турнире показывать все свои возможные наработки и пытаться контрить наработки своего противника. Давай сразу быстренько по составам пробежимся и посмотрим, кто у нас будет на кому. LFY, DDC будет исполнять на Личе. Ах, фу, достается Туск. Супер в центре. На Медузе Мане, Ликантроп и Inflame Doom. Ну, ВП Соло сыграет на Саленсере, Рамзес на Вивере, Нун сыграет на Сикере, Паша на Паке и Лил на Сент-Кинге. Вчера у Лила неплохо получалось на Сент-Кинге. Тем не менее, какой-то большой такой активности в матче против Execration не наблюдалось. Как будто Лил, понимая ситуацию, что не может никого загангать, уходил просто в фарм. Здесь, по этой игре, у него есть хорошие коллеги, которые могут нормально убивать. Под того же Вивера выходы нормально смотрятся. Под Сикера, под его разгон, под Терстом тоже, может быть, нормально. Так что Лилу здесь, работенки, будет хватать. Да, вот пока работенку он себе на центральной линии нашел. Понимают, что Туск крайне уязвимый персонаж, что убежать он практически не сможет. Отличное блокирование от Лила и... Нет, Ахфа уйдет. Пытались разбежаться, пытались разбежаться, но не успели. Слишком быстро покатился Тускар. Задел от двух и он ушел. Да, все верно. Но, вроде бы, получилось в итоге неплохо, я думаю, для команды Virtus.pro. Ну и Мане на нижней линии пока бьет крипов под вышкой. Я думаю, Ликантропа с такими вещами проблем быть не должно. Он еще себе и топорик взял на всякий пожарный. Да, поэтому кайсик у него хороший. Лич будет просто есть крипов и давать нового в Пашу. От новой увернуться сложно, поэтому Паша будет получать по лицу регулярно. И вот сейчас он получает по лицу не только от новой, но еще и Мане. Его малость попреследовал. В целом у Паши должна быть неплохая линия. Так просто пробивать этого пака, не так просто прогонять его будет. Но тут проблема с тем, что практически все способности, они попадают мгновенно. Не практически все, а вот единственная на линии, которая есть, Frost Blast, да, или там нова. Имеется в виду, что я подразумевал, когда говорил, что не так просто. Если нет Тускара на этой линии, то Лич, он просто, да, будет наносить урон, да, неприятно. Но мана у Лича, она тоже имеет свойство заканчиваться, если он не набирает быстро высокий уровень. Бесконечная мана. Бесконечная, но не совсем бесконечная, скажем так. Есть моменты, когда она заканчивается. Ну и Паша стоит против ближнего боя героя. Все-таки Паша сейчас пытается уйти, скрывается он в шифт, за ним катится Тускар. Вот с Тускаром Паши вариантов, конечно, мало остается. Просто слишком сильно давили, вот и все. Да, если бы за ним продолжали гоняться, мы бы утверждали, что какая разница, вы просто тратите время, там не бьете крипчиков, ничего страшного не происходит. Да, да, он на самом деле бы просто выигрывал для своего кэри как раз больше фарма. А, ну вот сейчас видим Лил на нижней линии оказывается, и теперь у Лича теоретические проблемы могут быть. У Ильи есть тапок, так что он быстр, а Лич не так быстр, что нельзя подставляться. Вот Дум в своей сложной линии четырех крипчиков всего пока что успел заиметь. Ну, что можно сказать? Сайленсер, по идее, вместе с Вивером должны этого товарища неплохо мучить. Да, Дум тут максимум может рассчитывать на опыт, и то, скорее всего, прогонять от опыта. Пока Тускар занимается делами на нижней линии, возможно, мы должны увидеть активность от Сенкинга в центре, Лил уже караулит Супера. Не самый простой герой для убийства, Медуза, безусловно, но если пробить ее слегка, чтобы активировалась нормально пассивочка у Сикера, если где-то на параллельных еще линиях подобьют героя, будет вообще идеально. Тогда, возможно, Медузу и убьют. Да, главное, чтобы со старта не успел Супер Щитманы включить, тогда будет попроще с ним справиться. Ну, там Змейка очень неприятная, второго уровня. Да, копают, успевают, успевают включить Щит, но сбивают ману. В итоге не слишком большое количество, так что Супер не сильно расстроился. Хорошо отреагировал, стоит отметить, практически моментально. О, хорошая руна для Фу выпадает внизу на ускорение, побьет немножечко Лила в спину. И шортами преграждает ему путь. Останавливает действия Сеншторма тоже. Ну, приятно Лилу. Но добить его, конечно, не удастся. Действие руны ускорения понемногу заканчивается. Афу просто использовал ее для того, чтобы быстренько богатство руну отобрать у противника. И внизу еще свою сейчас заберет. Так что получит там добрую треть уровня, что, естественно, для него неплохо. По поводу фарма, если мы говорим про условный фри фарм, на котором находится Ликантроп, то все равно Крипчиков он добивает чуточку меньше. Ибо Паша, влияние Паши на этой линии чуть больше, нежели влияние Дума. Дум периодически уходит в лес, где, кстати, его сейчас Соло обнаружил. Но вот только и сам Соло попадает под удар. Ах, фу, уже на месте. Да, никуда, скорее всего, Алексей отсюда уже не денется. Но можно попытаться выйти в размен. Именно этим Рамзес и занимается. А возможно, не только в размен. Может быть, еще и Тусика побить в самую малость. Да, вот поджидает, поджидает Тусика. Видел его Рамзес, тут еще и Лил неподалеку. Да, проблему Ах, фу. Это будет, скорее всего, очередное убийство. Вкатывается на сноуболе и все. И выкатывается. Да, но, тем не менее, чуть-чуть получил пространство Дум. Радуется, бьет крипов. Добрался, дорвался. Но, конечно, здесь много для себя выносят Virtus.pro. Важно Виверу не только фармить на линии, но еще и убийство совершать. Очень активный герой это на старте. И, пожалуй, один из самых активных в кэри-позиции. И очень важно, чтобы стиль игры у конкретного игрока совпадал именно с потенциальной возможностью Вивера помогать команде практически везде и всегда. В этом плане, мне кажется, Рамзес Универсал, хоть и больше он играет действительно на активных персонажах. Вивер это явно его стезя. Все должно быть неплохо уже по этой игре для Вивера, по старту. В центре бы как-то напрячь Медузу, но задача это, конечно, одна из самых сложных. Потому что, хоть и ультимейт есть у Сикера, но Медуза может просто переждать, включить Stone Gaze и проблем не должно быть в Супере. Конечно, конечно. И сейчас, кстати, Лила обнаружили. Тут Инфлейм с ним малость поразвлекался. И ребята разбежались. В Освоясе три героя уже находятся на центральной линии у Virtus.pro. И это четко контролируется вардом под ножками у Супера. И также четко все контролируется в плане перемещения Соло вниз. Его видит Ахфу и начинает свое преследование. Соло могут быть неприятностей, но Соло выбирает вроде как правильный путь. DC уже рядом, закрывает его тускар. Не отпустят Соло, а Паша ничем помочь не сможет. Да, маленький уровень. Нет никакой еще... Атака на Дума параллельно от Virtus.pro. Флейм погибнет. Сразу же забирают еще и крипов. Можно начинать потихонечку проталкивать башню. Заставлять противника стянуться для защиты этого строения. Наверное, этим пока ВП и позанимаются. Пока они будут понимать, где находится противник. Видят, что Кликантроп с Личом находится внизу. Следовательно, ничего страшного им не грозит. Также Тусика моментами они могли наблюдать. И приходит Дум, да! А куда же ты пришел, дружище? Ты же сейчас просто можешь умереть еще один раз. Свор можно набросить сейчас Рамзес. Рамзес не стал. Понимает, что под земелькой сложно будет его убить. Горячей земелькой-то. Внизу драка завязалась тоже. Пробивает неплохо Ликана. Соло помогает Паше как может. Ну, он уже внизу. Вот сейчас для Нуна здесь прям раздолье. У него очень серьезно разогнана пассивочка. Аху пробивает он солидно. Аху погибает. Но дальше идти за Моне никто, конечно, не будет. Так, пора реализовывать ультимативную способность. Лил отлично уходит в Сэндшторм. Еще даже малость подфармил. Так вот, нужно реализовать ультимативную Бладсикера. Вот как можно скорее. Потому что... Он бы с удовольствием, я думаю, реализовал сейчас. Просто герои остальные скрылись. Именно, именно. Я про то, что перезарядка очень маленькая. Поэтому хотелось бы как можно чаще использовать. И получать вот дополнительные какие-то деньги с каждого такого убийства. Только для этого тебе нужно, скорее всего, активно перемещаться. А если противник глубоко засел, то ты рискуешь просто потратить время впустую. Хорошо идут дела у саппорта в ВП. Это, пожалуй, хороший задел на хороший мидгейм. Если уже у Сэнкинга сейчас четвертый с половиной уровень. И у Сайленсера четвертый. И третий он тоже урнем получил. В ближайшее время мы увидим ультимативные способности. Должны. Вот на Пашу стягиваются люди. ДДС, Ах, фу. Мане. Все здесь. Летит орб. Паша отпрыгивает. Но умирает. Да, но в это же время будет атака от ВП на Дума снова. И Дум, я думаю, подозревает. Да, у него шансов здесь минимум. Он, конечно, отключается. Сейчас скорость торс из-за ним по коню продолжается. Вот с телепортом уже опасно. Отходит в ВП и получает Дум Сэнкинг. Его вряд ли выпустит отсюда. Да, хорошо преградает путь. Ах, фу. Да, он хорошо заблокировал. Телепорты. Телепорты от LFY четко реагируют. И вот этот лес. Лес, в котором можно очень сильно потеряться. И в который лезть не хочется. Ни в коем образом. Нунчик получает по лицу от Супера. Да, слушай, он, главное, не умереть сейчас здесь. 57 хитпоинтов осталось. Ну и просто Супер тоже, видимо, не подозревал о том, что так просто может даст данная ситуация. И дальше лезть можно угодить на те же грабли, на которые только что Лил наступил. Лил перетянулся вниз. Ну а так неплохо, кстати, пробивает. У Лекан. Два удара у Сэнкинга. Здоровичка-то тает. Вот я ведь про это и говорил еще на драфте, что если Лекан Тро будет вгрызаться в условных сайленсеров, паков, там, Сэнкингов, он их будет убивать очень быстро. Мы ведь понимаем, что Лекан сам по себе это персонаж шустрый. Ему не нужно тратить большое количество времени, чтобы до кого-то добежать. Тут на Нунчика выходят. Опять отличные шарды от Ахфу. Оборонительный. Обладрайт ставит Нунчик. А, ну и теперь на верхней линии продолжает уже давление Рамзес, где вышка потеряла больше половины здоровья. Хоть и удачно реагируют саппорты ЛФА на перемещение ВП, тем не менее два основных персонажа, это Вивер и Бладсикер, сейчас имеют лучший парм, чем основные герои ЛФА. Да, и в целом я смотрю... В ВП все очень даже неплохо по такому старту. У них все очень неплохо касательно позиции. Это как раз 1-2, но вот дальше у ЛФА есть небольшое преимущество, конкретно среди... Ну, по отношению к оффлейнеру я имею в виду, потому что Дум денег выносит, безусловно, больше. Ну да, учитывая, что и не особо так его загоняли. Да, неприятно было, но Дум сам по себе просто... Там в центре, посмотри, что происходит. Сейчас залетает отличный сформу Трамзеса, забирает Лича, а также нужно уничтожать еще и Таска. Пак продолжает преследование, заканчивается мана у Супера. Да, он уже не сможет держать удар. Медуза тоже горяченькая, тоже убийство для Virtus.pro. Минус 3 делают мишки. И вот вновь активный Вивер. Как только увидел возможность, сразу же оказывается неподалеку. И действительно классное сражение. Зарабатывают приличное количество денег. Тысяча золота плюс-минус там по разнице. 280 монет для Соло, 270 для Лила. Это основной хлеб ВП. У них очень активные основные позиции, неплохие саппорты, есть контроль. Просто подлавливать вот так LFI раз за разом и доминировать в мидгейме. Это будет залог успеха для Virtus.pro. Что касается LFI, им наоборот нужно сбавлять темп, который навязывает Virtus.pro. Им нужно играть предельно осторожно. Действовать возможно, кстати, от ультимейта Doom'а. Где-то под него играть, когда есть возможность. Именно в плане атаки. А так, конечно, больше все-таки от обороны будут действовать. Проблема в том, что у LFI, если мы говорим про проблемы LFI, у них практически нечем цеплять нормально. Есть только Туск, который способен вкатиться и заблокировать кого-то. Он это делал уже большое количество раз. Вот у него 4 убийства, 1 ассист. То есть Ахфум молодец. Огромный молодец. Но помимо этого героя, остальные, ну что они сделают? Ликантру будет бегать за людьми, да, и гавкать в догонку, вот как за машиной. Doom тоже контроль может появиться только там посредством какого-то крипа, да, съедения условного тролля. Но, опять же, это не лучший контроль во вселенной. Лич тоже лишь одно замедление. Все, нечем цеплять. Да, отсюда очень большие плюсы для Пака, для Вивера, для мобильных персонажей команды Virtus.pro. Тот же Синтинг, он тоже достаточно мобильный. Вот, вот и все. Вот только что был эпизод, когда Синт Кинг одним барро-страйком ушел там на 2 персонажей, и Медуза стоит в центре, которая тоже помочь ничем не может. Да, более того, ты не преградишь путь шардами при желании, вот даже Синт Кингу, там уже Паку. Очень просто будет ему, как сказать, это способности. Паша, кстати, понемногу тоже уже поднимается по фарму. Старт был у него не лучший. Он уже 800 золота поднакопил, и седьмой с половиной. Да, сейчас просто с увеличением уровня способностей и ловить Пака станет сложнее. Там уже и в PS Shift будет нормальный, и пространство, возможно, чуть больше для себя он будет зарабатывать. Так, вот съели вард-обсервер в центре только что, в Virtus.pro, и занимают позиции ближе к центральной линии. Первая вышка в игре была забрана командой Virtus.pro. От линии вивер постарался. А в чем ты ему помешаешь? Да, только если как-то Doom удастся выдать, но вивер же тоже милый камшит. Неплохо загоняет тускара, между прочим, Рамзес. Дальше, конечно, не пойдет, уже опасно. Но не менее, под Т2 работает вивер, и всегда подмога будет рядом. А вот теперь вопрос. Смотри, ты играешь за команду LFY, и тебе говорят, ребят, у нас тут вышка горит сверху, давайте его убьем. Чем убивать сейчас вивера? Чем его прогонять? Кроме того, чтобы стягивать туда 15 человек. Нереально, да, фактически нереально. Тем более сейчас Рамзес близится к приобретению линкин-сферы, остается буквально 500 монет. И после приобретения линки у LFY колоссальные проблемы начинаются, потому что вивера вообще ловить очень сложно будет. Сейчас это сложно, а станет фактически невозможно. Именно, потому что Думу нужен как минимум, я не знаю, там либо Shadow Blade, либо Blink Dagger, плюс, опять же, удачно съеденный какой-то крипчик, для того, чтобы прыгнуть, сбить линку, кинуть Дум, и только потом вивер будет не так эффективен. А там кроме вивера еще 4 героя есть. Это, ну, я так напоминаю. Ну, а плюс понемногу и Нун тоже паром собирает. Ну, они с вивером практически на дря в нездрю идут, но никакой 6500 у Сикера и 6900 у вивера. Дум выбежал на центральную линию, такой, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Прогоню вас всех отсюда. Не ломайте мне башню. Ну, видно, что ВП нацелены на центральную линию, у них хорошо расставлены варды. Один стоит на подходе ближе кверху, другой стоит между 1 и Т2. Его, правда, сейчас разбили. Это очевидно было, что ВП активничают в центре, что они какой-то вард здесь поставили. Вайт четко в этом эпизоде прочитали вард. У Ильи имеется блинк-даггер. А тут Ленкинсфера уже прилетела в виверу. А, все, сейчас драка LFY, возможно, закончится тотальным провалом и катастрофой. Вообще, они достаточно сильны, потому что под ультимейтом Медузы добежать виртуз пробуют не так просто. Это конец. Хотя, думаю, разбирают. Ну, уничтожили Медузу, правда, пробить сложно. Медуза еще и с Блэдмейлом. Там Чайник очень неплохой полетел. Крипов практически не оказалось на месте. Рамзес использует Шукучи и уходит. Пока что Чейнфрост продолжает летать между крипами и Катапультой. Не так плохо, как это могло бы показаться на первый взгляд. Ну, Медуза очень мешает ВП. Не так просто заходить в Медузу, бить всех остальных. Правда, вот сейчас уже будет попроще. Отлично действует. Да, и мана у Медузы заканчивается. Правда, есть по-прежнему Блэдмейл. У Нунчика срабатывает очередной рейндроп. Съедают также вражеский обсервер вард в Virtus.pro в очередной раз. Слегка халатно на LFY отнеслись. Вот после уже того, как драка завязалась, можно было попытаться чуть раньше отойти. LFY рассчитывали, что кого-то сумеют поймать, если ВП сыграют глубоко и сыграют слишком агрессивно. Но ВП сыграли четко. И только благодаря огромной плотности такого персонажа, как Медуза, все не закончилось еще хуже для LFY. Лич подставляется на центральной линии. Да, и умирает, естественно. Я смотрю, вновь Ликан планирует собирать Некрономикон. Мы вчера комментировали, по-моему, три или две игры с Ликаном. И ни одной игры с Ликаном без Некрачей не было. То есть вот тот старый Ликан, он как будто снова вернулся. Без Некрономикон. Ну, сейчас я не знаю, как этот Некрономикон поможет. Вот в какой степени. Команде LFY конкретно. ВП, правда, еще не так много зданий забрали. Да, практически лишили башни. Нет, уже лишили. В центре последняя тир-1 вышечка остается внизу, где этой башне уже крипы занимаются плотненько. Да, используется святыня. Четыре героя восстанавливают свое здоровье. Это ману. И, возможно, пойдут немножко поджать низ. Если только не захотят подраться сверху. Да, там инфлейм слишком далеко залез. И сейчас будут его бить. Ну, по Думам Сэн Кинг попытается сделать репорт. Сам Дум. И не удается им это сделать. Слишком много урона у Муна. Разогнут был он. И смотри, в центре хотят вышку еще защитить свою Виртуз Прону. Да, подходит Соло. Есть Паша. Сбивает немножечко здоровья. Немножечко мана Медузе. И вышку, наверное, ага. Получится пока что. Ну, плавно LFY, похоже, что они собираются собрать себе сейчас как раз этот Некрономикон. Они собираются уплотнить Дума. Немного подсобрать артефактов на Медузе. И просто пойти одним единым кулаком и давить вышки. Судя по всему, именно такой плавный LFY, потому что иначе обосновать сейчас приобретение Некрономикона нельзя. Но, с другой же стороны, Некрономикон еще хорош сплитпушит. Для Ликана тоже. Если будет, например, ВП в одной части карты драться, то Ликан может аномально сплитить со своими Некрачами параллельно. Так что, в принципе, объяснить, конечно, приобретение артефакта в которых герои достаточно немобильные. Я говорю, конечно же, про Медузу, Ума и того же Лича. Да, Дум хочет себе приобрести вот этот самый Дублейд. Красса. Ой, а там Рамзик нашел двойной урон. И Туск говорит, слава богу, что он делает телепорт туда подальше. Они хотят башню забрать внизу просто. Поэтому Рамзик делает сейчас. Защищать эту башню Лифвай не будут. А, там только Лич пришел, айс-армор повесил. Но он в прошлый раз пытался заниматься тем же в центре и его наказали. И, естественно, только броню повесил, нужно сразу бежать. Очень быстрый пак, очень быстрый Сент-Кинг. Они не отпустят такого тонкого героя. Смотри, опять хотят забрать вышку в центре. Приходят уже волки. Так, потихонечку, потихонечку подъедают башню. Да, и... Знает. Строение Бладсикер. И первая Некрокнига. А, но сейчас Лифвай в любой точке карты находится в опасности. ВП работает совместно. У Сент-Кинга есть даггер. Идицирование станет на... качественно новый уровень у ВП. Ну и башню Т2 внизу подбивают довольно неплохо Виверна по пару с паком. Рядышком. Все персонажи Виртуз Про. Если вдруг Лифвай вздумают защищаться, то ВП готовы будут принимать бой. И для защиты ведь по большому счету тут лишь ультимативная Медуза есть. Поэтому если ты не видишь Медузу среди людей, можно, я думаю, смело набрасываться. Не будет Стоунгейза. Ну, Сноубол и тоже штука может оказаться не слишком эффективной. Это как Сент-Кинг есть. Ну, у них все способности не очень стабильные просто. У Лифвай нет четких стабильных способностей. Они достаточно все сомнительные. Тот же там мультимейт Лича это случайность, да? Тот же там Тускар он может шарды неудачно забросить, например. Тоже не очень работает. Медуза от нее можно просто убежать. Хорош. Не самый стабильный просто получается пик в обороне Лифвай. Могут сидеть, но Т2 башни сейчас сложно защитить. Вот Т3 они будут долго, я думаю, защищать в любом случае, если ВП там доберутся до них. Падает тир-2 вышечка. Но не знаю, много времени тратит Лифвай на то, чтобы стоять под этими вышками. Вот та же Медуза, сейчас ее присутствие здесь, оно было совсем не обязательно. Ну, у них Ликан фармит, в принципе. Они где-то жертвуют, наверное. Пытаются как-то отсрочить, да? Команды ВП, спамят там по максимуму. Медуза, по сути, это единственный спам у команды Лифвай. Вот кто тут реально может к чем-то сбросится. Да, только Шарды и Медуза змейку бросает. Да, да, да. Поэтому Медуза как раз она здесь находится, потому что больше некому реально защищаться. Тут момент, когда ты взял тех, кому больше некому. Ага. Но тут стоял Сентрик вместе с Апсом, поэтому приближение Дума расширили. В опасности может быть. Дум готовится, готовится. Нет, Сайленс от Паши. Дум ничего сделать пока что не может. О, хорошо скрывается Паша и заделится. Красиво. Очень красиво, очень грамотно подразводили. Тут я как раз хотел тебя поправить, что мне кажется Инфлейм в большей опасности находится, нежели Паша. А дело в том, что у него рядом были герои, но эти герои вместе вот просто как один убежали. А Дум при этом остался. И получилось как-то у них недоговорились. Да, недопонимание возможно небольшое. Может быть он как раз и собирался отсидеться в лесу до момента перезарядки Шэдоу Блейда, чтобы потом просто убежать. Но он активно стал бегать за паком, согласись. Достаточно активно. Он увидел пак, побежал за ним, тот за деревце, тот еще. Там же Дум можно дать и убить его, это же так классно. Тускар, кстати, тоже встрял. Очень неприятная ситуация для Аху. И похоже это убийство для Виртус Про. Красиво. Красиво играет Виртус Про и как будто знаешь на одном дыхании. ЛФА выглядит немного растерянным. Хотя драфт у них... Особенно Лич. Драфт у них сейчас не на игру в мидгейме, драфт у них на лейтгейме. Максимальная задача для команды ЛФА это просто не фидить много, стараться фармить, собирать где-то по карте возможно там крипов, пытаться параллельно сплитпушить. ЛФА сейчас не сильны, нужно это понимать. Это было очевидно еще по драфту. Время ЛФА придет позже. А вот Виртус Про сейчас главная задача это как можно больше агрессии, проявлять, наращивать преимущества, попытаться забрать как можно скорее например одну из сторон. Потому что чем дальше мы заходим по времени этой игры, тем сложнее будет это сделать Виртус Про. Медуза собирает артефакты все больше и больше, Дум становится плотнее. Я думаю, время пока еще есть. Мне кажется, что времени еще предостаточно у ВП. Должно пройти еще там, не знаю, минимум минут 30 скорее всего, для того, чтобы эти герои стали совсем неубиваемыми. Конкретно Ликан, он уже сейчас достаточно опасен. У него третий Некробук, у него Владмир, у него ПТ. И пока нет Блэкингбара, вот это важно. Да, Блэкингбара нет, какое-то время сейчас действительно для ВП еще с Ликаном можно будет нормально сражаться. Там и Сенкинг может его остановить, и Пак тоже способен проделать такие вещи. Вот сейчас заходит Лич, торгует лицом, устанавливает Вард, и его за это будут естественно наказывать. Пак прыгает, дает отличную арбу, пошел Глобал от Соло, Дум убегает на ноге, Рамзес пока что продолжает атаковать исключительно Лича, его подбрасывает, Рамзес не успевает поражать таймлэпс. И проблеми с Си. У ВП они теряют двух персонажей, но Мане получает ультимативную от Сикера, поэтому перемещаться он просто-напросто не может. Соло разворачивался спиной к Медузе, чтобы не видеть ее отвратительное лицо, и четверых потеряли Виртус Про. Сенкинга не хватило в позиции вот в этой, когда драка начиналась, как только был Глобал использован, Паша хорошо поставил ультимейт по двоим, сюда бы в принципе врыв Сенкинга, и ситуация была бы намного приятнее для ВП. А Сенкинг в это время обходил немного с другой стороны. Тут еще и шарды тоже неплохие были установлены, вот из вот такого разряда. И да, они тоже немного помешали. В целом, просто не хватило слаженности действий, как мне показалось, у ВП все выглядело слишком сумбурно. Вот первая волна атаки была хороша, а поддержать почему-то никто не смог. Тот же Вивер, он как-то заскочил, а Сенкинга рядышком не оказалось. Вот кто-кто, а Сенкинг должен был по идее здесь поддерживать эту атаку. Растеряли добрую половину преимущества сейчас, просто на графиках это толком не отображается, но мы видим, что здесь уже отметка 2000. Дум просто хорошо тоже сыграл. Дум хорошо встретил Сенкинга, как раз он не позволил ему разгуляться по этой драке. Тут стоит и его, я думаю, выделить. Так, там видели волка. Волк убежал. Ну, борьба за Рошана продолжается, тем не менее. Ультимейты у ЛФА еще отсутствуют, ключевые. Время у ВПС сейчас есть, чтобы Рошана пытаться забрать под с вормом. Эпицентр у Лила через 20 секунд были доступен. 39 секунд до Сайленса глобал. Подтягивается потихоньку и ЛФА и к моменту убийства Рошана, возможного убийства Рошана. 4 секунды, а у Медузы остается до Стоунгейс. Да, именно так. Именно так. И Стоунгейс уже будет. Полетела еще и Змейка. Собивается Лентген Сфера у Рамзеса. Отличнейший подкоп от Лила и с вормы. И Паша влетает. Заберут Тузко без вариантов. Медузу пока оставляют на растерзание. Вот сейчас будет опасно для Виртуз Про. Очень дальше идти не стоит и, пожалуй, придется отдавать Рошана. Разве что сейчас вновь как-то Лил сыграет невероятным образом. Есть у него эпицентр. 5 секунд до глобала. Все зависит от Лила сейчас. Все ложится на плечи Лила. Смотрим внимательно. Эпицентр есть. Второго уровня. Да, Рошан пока что не падает. Таск делает выкуп буквально в последние секунды. Лил махать жалом будет. Да, начинает махать жалом и будет влетать. И глобал! И Илья здесь! Но он не докастовал эпицентр, судя по всему! Да! И это ошибка. Умирает Лил. Будут воровать Эгиду. Скорее всего падает Рошан. Манная забирает себе щит у Рошана. И это провал. Это катастрофа. И цедизаста, как сказал бы Тоби-Ван. Да, теперь ВП придется прикладывать какие-то титанические усилия, чтобы эту игру перевернуть вновь. Потому что сейчас преимущества стоят на глазах и ЛФА в идеальном положении будут находиться после этого игрового эпизода. Да уж. А что же? Ну, ладно. Я могу сказать, что пошло не так. Пошел не так эпицентр на Сент-Кинге. Ну, как предполагалось, все легло на плечи Сент-Кинга. Больше некому было в этой драке что-либо делать. И не получилось у Лила сыграть достаточно эффективно в эпизоде. Ну и плюс хорошая позиция у ЛФА. Как бы там ни было, мне кажется, что и ЛФА тоже тут четко стояли. Герои были расставлены так, что Лилу было непросто ворваться в нескольких персонажей. И даже Будин с эпицентром львиная доля пришла бы все равно в Медузу. Медуза под щитом и тем не менее ее не пробить. Но это минус мана, минус здоровье. Это замедление. Причем замедление, хотел сказать, не только передвижение, но возможно и атаки нет. Еще нет 15 уровня у СК. Паша падает, забирает Дум. Дум как раз благодаря Шэдоу Блейду сейчас может ловить этих героев просто на разбав. Вот любого персонажа, которого найдет Дум. Например, вот Рамзес. Все, зацепили Рамзика. И это минус. Два важнейших убийства только что совершили ЛФУА. Они имеют возможность забрать сейчас Тер-1 вышку. Теоретически они могут пойти еще и на Т2, потому что не будет еще целых 45 секунд Вивера. И ЛФУА очень быстро и в очень жесткой манере перехватывают инициативу. Да, сейчас это будет команда просто идти в пятером, остановить их будет крайне сложно, только какая-то идеальная комбинация или Т-СПРО сможет исправить положение дел. Нужно выиграть Драку, причем нужно выиграть ее в чистую и тут все будет зависеть как раз от Пака, от Сен Кинга в первую очередь. Как они будут давать свои способности, как они будут контролировать дражескую команду. Пока действительно ЛФУА перехватывает преимущество в этой игре и вернуть его в ВП будет крайне сложно. Потому что жирнеют, все эти герои жирнеют. Если ты помнишь, мы в начале игры поднимали этот вопрос, что произойдет, если вдруг будет преодолен вот этот запас здоровья критический, что произойдет с тем же Паком, эффективность которого будет очень низка. Там тот же Сайленсер, да, это все-таки пятерка, причем плотная такая пятерка, которая не имеет артефактов, следовательно и урона, то есть от него только Глобал там и курса условная будет полезна. И Сен Кинг с таким же лимитированным уроном. У тебя Эпицентр не даст больше, чем он может дать. Да. Действительно все так. Неприятное положение для Virtus.pro, но тем не менее это еще не конец. Ребята поборются. Буквально, я думаю, еще одна драка и там будет видно уже, как будут обстоять дела. Но остановить Луфвай трудно. Да, сейчас Вивер. Вивер будет невероятно важен, потому что урон и все, что связано с уроном будет как раз связано в первую очередь с Нуном и Вивером. У Нуна мне артефакты в принципе нравятся. Ну вот ПКП сейчас появится в последующем. Будет вообще шикарно. Да, будет очень круто. Ну Нуну сложно. Как раз кто-кто, а Нун страдает от того, что он не может добраться нормально под ультимейтом Медузы к вражеским героям. Это очень неприятно. Тут скорее больше от Вивера действительно будет зависеть, потому что более мобилен. так как это где-то извернуться, не подставиться под ультимейт Медузы. Героев, которые сзади стоят. Да, для этого тоже нужен хоть какой-то урон, чтобы эти герои падали как можно скорее. Или прогонять их из драки как можно скорее. но без урона ничего не получится. Две сотки у него есть с руки. Плюс молнии, которые будут также неплохо пробивать. В целом мне нравится набор предметов. Да, и Диффюжл Блейд тоже очень круто выглядит. Медуза 20 получила. Вот это еще более неприятно. 600 маны капает на счет Медузы. Но там два набора диффузов. Это да. Это приятно. В этом плане, конечно, ВП довольно грамотно все делают. К раз против Медузы они постараются неплохо сработать. Но не стоит забывать, что есть еще этот неприятнейший влекан, который тоже обрастает артефакт. Ох, как здорово подловили сейчас сикера. Сикера просто уничтожили каких-либо шансов для Нуна. И строения падают. Падают очень быстро. Слушай, они могут на Т3 пойти при желании. Могут. Именно так. И, возможно, спровоцируют выкуп от Бладсикера. Сейчас бы в шарды еще соло закрыть и просто катастрофа могла бы произойти. Очень уверенно действует Мане. Сейчас он знает, что у него Еггес. 60 секунд остается до Шейпшифта. Неплохо копнул Лил, а урона пока не напастись. Хотелось бы спить Эгиду. Там сейчас могут спить лицо Паку. Да, его разрывают. Слишком тонкий персонаж. Рамзес. Потихонечку харасит Мане. Да, используется Диффюжал Блэйд. Все, минус Эгида. Отлично. Позиция вроде бы более-менее неплохая. Отделались пока еще легким испугом. Используется Стоунгейс. После этого можно атаковать. После этого можно атаковать. Прямо сейчас Лил дает ультимейт. Успеет ли он добраться до кого-либо? Добирается, но это лишь Медуза. Неплохо. Хотелось бы, конечно, больше. Учитывая, что потеряли Т-3 вышку и сделали несколько байбеков. В принципе, хотя бы что-то добились здесь в Виртуз Про. Ну, пардон, несколько. А Пак... Или нет, еще, по-моему, выкупался кто-то, да? Кто-то еще выкупался? Сикер. Да. Окей. Как раз два байбека, плюс потеряна Т-3 башня, выбитый Аегис и убийство Медузы. Но этого может быть недостаточно. Тем не менее, хотя бы сторону сохранили Виртуз Про. Да, потеря Т-3, конечно, открывает возможность к сносу святынь в ВП. И это неприятно. Это может сыграть неплохую роль в сражении при следующем Рошане. Не получится моментально, да, делать выкуп, прилетать, если, конечно же, сломают эту святынь. Флайк. Но ЛФ-Вай пока действует глубоко из обороны, потому что Медуза еще 24 секунды не будет, а Медуза это основная боевая мощь ЛФ-Вай. А ну дальше, конечно, ВП не пойдут, через что опасно. Ну вот не знаю, вот 10 секунд теоретически можно было, конечно, Да тут они и без Медузы могут сражаться, на самом деле, а Медуза появится просто и драки будет добиться. Ликантроп. Мне очень нравится Ликантроп именно вот в таком темпе, потому что он не выпал в середине игры, ты помнишь прекрасно, он хорошо фармил себе Некрочи, там третий Некрономикон очень быстро появился. И сейчас у него уже Кираса имеется в наличии, у него скоро появится Блэк Кинг Бар, либо вот он только что поменял БКБ на Эбисол. В целом классно выглядит. Да, Ликаны выпадают в основном, когда их мучают в начале. Монеа имел хорошую линию, стоял там комфортно достаточно, соответственно, артефакты у него появлялись тоже довольно быстро. Ну что ж, ЛФУАЙ должны сейчас продолжать давление оказывать на команду Virtus.pro, они понимают, что в глобальном плане ничего не изменилось после потери Медузы, пушат Т-3 башни. Кстати, Алексей, обрати внимание, что ЛФУАЙ полностью игнорирует Линкин сферу, при том, что у противника имеется вроде бы как Блодсикер, который может Ликан Трупу очень сильно навредить, но все же. Ну тут скорее вот пытаются они против Сайленса тоже бороться, я смотрю, вот Линку в теории мог Дум собрать, он собрал себе Лотус Орб, который тоже хорош против Сайленса, не стоит забывать, что у них Этпак и Сайленсер. Одного Сикера не стоит бояться, тем более, что это не тот Сикер, который сейчас Аганим играет, ну один Рапчур он даст. Только хотел сказать, если Сикеров будет два, если появится Аганим, то вот ультимативная может стать очень неприятной. Может, может. Находят Медузу, смотри, копают сразу же, пошла ультимативная, Бладрайт, подрубается Блэйд Мэйл, но ультимативную свою Медуза пока что не нажимает. Рамзес подходит, начинает разминать Супера. Там в это время было нападение куда-то на вас выше, Настилил с эпицентром, атака очередная, ну какой жирный этот герой! Что с ним делать? Нет, не выманив ультимейт Медузы, нападать вообще ВП не могут. Вот как только они могут выманить ультимейт Медузы, после этого может следовать атака. Если ультимейт Медуза сохраняет, вот так драться ВП, конечно, не могут. Они попытались, они сделали все, что могли, но вот если бы она сразу где-то, знаешь, занервничала, прожала бы ультимейт, то, конечно, тогда для ВП драка могла бы быть более успешной. А так ЛФА вообще не ощутили Вернус Про и эту атаку. Да, и вот выкуп от Син Кинга, как итог. Через 20 секунд появится еще и Сайленсер. Ну, ЛФА, я думаю, довольны результатом. Они никаких ресурсов толком не потратили. Они забирают сейчас святыню, потому что ВП были вынуждены отойти. И при этом выкуп еще спровоцировали. Для китайской команды все шикарно. Еще одно нападение в этот раз Дум попадает под атаку. Лил очередной раз копает, только там был Сноубол, а тут уже Эликантроп. Ну, Тускар просто божественно сыграл в этом эпизоде. Вообще любую атаку предотвратил от Виртус Про. Увез куда подальше Дума и команда поддержала. И ВП, конечно, дальше не пошли. Да уж, так вот. Не сумели в мидгейме продавить Виртус Про и ЛФА сейчас обладают очень серьезным преимуществом. Хорошо, давай тогда попытаемся придумать, что же необходимо сделать. Чтобы хоть как-то победить в этом матче. Как ни странно, сейчас идет игра ВП на оборону. Хоть и многим кажется, что против Медузы, против Ликана лейтгейм не выигрывается. Тем не менее, если дождаться 25 уровня пака, если поиграть все-таки в эту затяжную игру, то шансы могут быть у ВП. Другое дело, что сейчас очень сложно обороняться против этого драфта. И Ликан, который с некрачами, у него слоты все-таки, ютилити. Кираса, Владмир, Медуза, которая тоже артефакты имеет сумасшедший до данной минуты. Понимаешь, очень сложно будет остановить. Да, минимальное количество ошибок, способные допустить ВП. Мы помним, как быстро падала Тир-2 и Тир-3 вышка в центре. И если вдруг они хоть где-то накосячат, то, следовательно, базу потеряют. А какой мотив косячить, казалось бы, появление Рошана? Да-да-да, но им сейчас драку выиграть очень сложно. Даже вот на Рошане максимально сложно выиграть драку. А когда к тебе приходит Медуза с сыром или Кант с Эгидой, либо наоборот, там неважно, мне кажется, можно как угодно раздавать, то сдержать этих персонажей не то чтобы сложно, это практически нереально, имея вот те ресурсы, которыми располагают ВП. Вот Паша пытался с плит кушить и его прогоняет Дум. Все, Рошан у ЛФ-1 забирает себя Егис. Можно, на самом деле, и сыр ей отдать. Я понимаю, что хотелось бы и второго кора обмазать сыром, но тут Медуза основная, как бы, боевая единица. Мне кажется, если бы Медуза, возможно, была чуть мягче, то ей бы, скорее всего, и отдали. А так ее забрать дважды. Пока что сыр будет у Ликана, но если, например, Медузу убьют, собьют ей Егис, то сыр сразу будет Медузе. И все. Тут у ЛФ-1 ситуация идеальная. Все, что им нужно сделать, это просто довести сейчас игру до победного. ВП нужно приложить сверхусилие, чтобы отбиться сейчас от этого натиска. Давай, давай, какие сверхусилия? Ну, тут скорее, скорее даже, большая ошибка от ЛФ-1 нужна, вот чтобы Медуза как-то прожала ультимейт неудачно, чтобы где-то кто-то подставился по типу Тускара либо Желика на глубоко забежавшего. Других вариантов в принципе нет. То есть идеальное даже исполнение по пятерым персонажам может не хватить в Виртуз-Про. Скорее нужны ошибки от ЛФ-1. Уже очень все хорошо у основных персонажей, довольно плотные они, и в ВП нужно уповать все-таки больше на ошибки оппонента. Может быть, удастся кого-то подловить, если он на перетяжке будет, да, где-то откололся от команды. Какой-то смуг организовать, чтобы подловить этого персонажа. Но если посмотреть сейчас на Варды, то у Виртуз-Про Варды стоят очень близко к базе своей. Они оборонительные, то есть Вардов дальше нет. Они не знают о перемещениях соперника на своей половине. Просто штука в том, что сейчас они, казалось бы, действуют агрессивно, но при малейшем намеке на возможный выход врага они будут вынуждены оказаться у себя на базе. А если у них не будет Вардов на своей половине, в итоге они будут просто слепы, как котята. Я имею в виду, если они вдруг эти Баварды поставили на вражеской территории. Так что сейчас, да, они рассосались по всей карте ВП. И вот только первый звоночек, наличие большого количества людей на центральной линии и мгновенно пойдут телепорты. Лил, кстати, все не так просто. Он скипит крипов сейчас. Да, но эти крипов будет достаточно команде ЛВП. Вообще не нужны крипы, большому счету они и так ломают. Главное, чтобы Букдор Протекшн взлетел. Так было. Ну и в общем-то стороны центральной УВП больше нет. Единственное, что спасает ВП сейчас, что стоят Т2. Внизу и вверху. Да, да. Это идеально. Это лишь центральная линия. Ничего страшного не произошло. Да, какое-то время это позволит выиграть команде Виртуз Про. Неплохо выбивает Медуру сейчас, но его недостаточно, учитывая, что у нее еще и Аегис. Пытаются, видишь, пытаются всеми силами выманить, чтобы она прожала ультимейт. Да, пытаются спровоцировать эту ошибку, но ошибки не допускают. Китайцы очень хладнокровно действуют и видим, что до последнего не нажимают лишние клавиши, что, конечно, меня очень сильно радует. Видно, что ребята настроены крайне серьезно. Они понимают, что у Вивера там никакого Дейдлоса с Рапира нет, что внезапно никто не умрет. Вот сейчас нападение на Дума, поднимает его на ветра, сразу же подкоп, даже с Думом определенные проблемы возникают, много урона нужно выписать, чтобы он погиб, и этого урона хватает. Вот ВП, конечно, 5 человек было. Что у нас тут с Павлом? Это очень хороший эпизод для ВП, как раз тот момент, когда удалось поймать одного героя, который откололся от команды. И это сейчас можно превратить в еще какие-то убийства, потому что, например, Медуза играет неосторожно, но ВП не вместе. Знаешь, последние все ситуации и случаи с Медузой, они связаны с очень плохими воспоминаниями для ВП. Да, но тем не менее, когда один герой в таверне, как раз попытаться драку провести можно ВП. Ну, выманить Бэйбэк банально, если Дум, например, нервничает, там, команда погибает уже там. ВП забирают Т2-вышку вверху. Очень хорошо для ВП сейчас прошли последние минуты. Потеряв... Лила нашли. Ну, тоже не критично абсолютно, правда, вверх подлезает... Нуна нашли. Ну, в принципе, тоже не совсем критично. Нет, то, что Нуна убыли, это, конечно, нехорошо. То, что Лилу потеряли, это вообще не важно. То есть, то, что погибает Нун вместе с ним, это да, это больно. Но, тем не менее, башню забрали. Просто все, что происходит вне базы ВП, если Лжини идут просто вместе и не давят одну из линий, то все нормально. Если ВП удается отвести внимание от своих строений на базе, от Т2 выше, кверху внизу, удается спидпушить, отталкивать линии, то все нормально. Погибать, конечно, нежелательно при этом. Лучше, чтобы погибал там какой-то соло, как он обычно делает в команде Виркус Прош, чтобы погибал Лил. Да, понимаешь, у него даже герой такой и артефакты, что шансов выжить в случае, если тебя хоть кто-то заметил, у тебя ноль. То есть, и просто ходить дохнуть тоже не самый приятный, наверное, вариант для Алексея. То есть, там ни Глимера, ни Форстафа нет, для того, чтобы, ну вот, хоть как-то помансить. Кстати, видят Рамзеса сейчас, но у него есть линка, поэтому просто так через Абисал его не забрать. Он появится сейчас у Вивера. Потропляй, станет немного получше воевать против той же Медузы, против Ликана. Тем не менее, наконец-то добираются Луф Вайту верхние Т2 вышки, пойдут на Т3, конечно. У них сейчас задача сломать все, что есть в Виртуз Про. Просто действие Эгиды закончилось, поэтому нужно чуточку поосторожнее быть. Остается лишь сыр у Ликантропа, так что Медузу... 10 секунд они еще смело могут здесь сломать, пока нет. Сикеры это точно. А 10 секунд хватит, чтобы сторона упала. Вот если бы не Глиф фортификации, да, все было бы совсем плачевно. Да уж, но еще есть такая проблемка, то что Медузу ребята Вивер и Сикер не пробивают нормально, часто мажут, все-таки Бутерфляй свое дело делает, и как раз вот эти два приобретенных дефюжал-блейда, они не максимальную эффективность показывают. Слушай, тут далеко залез Ахву, немножечко не докапывается Лил, да, потерял половину столба, туск и убегает. Убегает также и Виртуз Про, потихонечку, вернее, расходится, там еще волки, волки проводят отличную разведку, постоянно сбивают там блинк-даггеры на Сенкингах, что тоже, конечно же, неприятно. Два Лотуса ЛФ Вай, против них драться очень неудобно, любые способности могут быть интеркастованы, да, что ли, у вас и плюс Сайленсы все сбрасывают, то есть вроде как прыгаешь на паке, вроде как даешь Сайленс, думаешь, что все нормально, а там просто Лотус Орб и ответные действия. Поэтому сейчас крайне неудобно для ВП проводить драки. Ну вот, нужно подлавливать, нужно подлавливать героев, если есть возможность, но ЛФ Вай держится очень неплохо в плане позиции сейчас. Пашу могут найти. Блин, через секунду. А, да, после такого Юла никуда не денешься. Сбивается Ленкин Сфера, минус Паша, 80 секунд его не будет. Это его Юла был. Это его был Юла? Да. А, окей. Но в любом случае его там подловили. Ну что ж, Барак, ближний, разбивают, неплохо, у Действа, Ювера подловили, подкоп от Вилла хороший, Илл спасает своего кэрри, но Дум, Дум влетает, и Ювера ББК. Нет, это конец. Это ГГ. ЛФ Вай побеждают. Ну, в общем-то, произошло то, что и все мы опасались, пожалуй, еще после драфта. Слишком далеко зашла игра. Дело в том, что вот эта драка на Рошане, которая стянулась, когда ВП, казалось бы, сначала все делали правильно, но потом вот эти преимущества, которые получили ЛФ Вай после убийства Рошана, выиграв драку против ВП, ну, слишком много, они проиграли около Рошана. Вот тот Рошан, тот Рошан, когда Илья залетал без эпицентра. Я не говорю про то, что это было ключевой ошибкой, я о том, что вот именно этот эпизод стал отправной точкой в победе команды Рошана.